Вот такие пироги. Мирану ласт пикает у нас. Грибной. Грибной будет играть на Миране. Земля на Огрмаге. Остались женщины и одноцветный фрукт. Но все просто, потому что у женщины AC перед никнеймом. Возможно, это как-то по-другому расшифровывается, но уж извините, уважаемые китайские игроки. И для того, чтобы ваши никнеймы читались правильно, вам нужно подписываться латиницей. Потому что, к сожалению, китайские грамоты... Латиницей подписываются все, да. Ну, мы не владеем. Весь мир сейчас пользуется английским языком уже очень давно. Это международный язык. И русские, и китайцы, и японцы, и арабы все используют латинец, все общаются на английском языке. Но, знаешь, китайцы могут сказать, что им пофиг. Какую часть от населения составляет китайское население? Я, к сожалению, не очень в географии. Ну, где-то одну седьмую. Ну, достаточная часть. Может, даже чуть больше. Ну, сколько, 6-7 миллиардов на Земле. Из них порядка миллиарда или чуть больше китайцев. Вот. Вместе с индусами они, в принципе, составляют уже треть практически. Слушай, а мы с тобой смотрим дивизион А или дивизион Б? Б, конечно. Мы смотрим дивизион Б. Но я просто удивился... Дивизион А, Туабао. Я просто удивился, что не Юби Янг в дивизионе Б. Да, не Юби Янг в дивизионе Б. Да, они, как видишь, не самые лучшие результаты показывают. То есть не сказать, что доминируют прямо. Хотя ДПЛ... Вот мы вчера много обсуждали, что... Поэтому ДПЛ очень тяжело что-либо понять. Потому что в дивизионе А сейчас на третьем с конца месте идет Винкс. Такая замечательная команда. И Ехоум на предпоследнем. Уже, по-моему, даже на последнем. Потому что там что-то подвыиграли их соперники. Ну, вот как-то так. В общем, стандартная пауза у нас. Так, мне, наверное, нужно, во-первых, сделать вот так. Одну секунду. Ну, сейчас я верну вам картинку, не пугайтесь. Ну и ждем, ждем начала. Да, в DotaTV, к сожалению, нас не слышно. Но на самом деле, насколько я понимаю, на китайских серверах обычно DotaTV работает очень плохо. Поэтому нечего удивляться. Ну и сегодня второй игрой у нас будет, если кому-то интересно, такое забавное противостояние между Ехоум Кин и Ехоум Люминус. Эти команды не только обладают одинаковым, ну, скажем так, доменом в названии. Они сыграли одинаковое количество матчей. 11. Имеют одинаковое количество очков. Более того, они имеют абсолютно одинаковую статистику. Три победы, четыре ничьих и четыре поражения. Вот так вот. Вот. И первый раз они с собой сыграли в ничью, естественно. То есть команды настолько равны, что... Просто ужас. Так, тут у нас полетел Огр расставлять варды в смоках. Поставил вард. Также варлок. Да, мы не представили вторую команду. Сделаю это. Ронг будет играть на варлоке. Тулей на вайде. Ле на кунке. Лин на шторме. И нортером на дроу рейнджер. В общем, поставили такие аккуратные пока варды. Команда никто ничего не знает о том, где стоят варды соперника. На нижнюю линию. Вообще, по-моему, никто даже не полетел. Проигнорировали оба коллектива нижней лейн. Так, ну и сейчас будет битва за руну. Ну, на битве за руну тяжело, на самом деле, сказать. Но, мне кажется, поприятнее все-таки у Дообао. Биг здесь и стрела есть, и бедрайдер, и Огр толстый. В то время как, да, вот уходит у нас Ньюби. У них как-то, ну, банды, может быть. Да и все, в общем-то. Ничего больше интересного нет. Поставили Сентри. Забанил, вроде как, этой Сентрёй. И еще один поставил Абсервер. Забанил еще раз вот этот спаун. Тем самым у нас будет бедрайдеру сложнее отводить. Но, на самом деле, для бедрайдера, мне кажется, это... Хотя нет, это было бы приятным бонусом. Но стоять он будет соло против Вайда. На центральной линии у нас, соответственно, Мирана против Сторма. Шторм Спирита, да. Но Шторм должен обыгрывать Мирана, мне кажется, в таком противостоянии. Ну... Когда будет помогать Дроу Рейнджер. Шторм очень силен под Мираной. Крайне, крайне опасен. По Дроу Рейнджер. Да, прошу прощения, по Дроу Рейнджер, конечно же. Только что, кстати, на Шторме сыграл в таком же сетике тоже, с сердечками. Да-да-да, я видел. Ты вот, как раз, мы, по-моему, с тобой это комментировали в прошлую игру. И мне попался этот самый Шторм. Или не с тобой мы комментируем? Ты мне рассказывал, по-моему. Наверное, не с тобой. Но я рассказывал про сетики, что вот на Штормах есть сердечки. И вот мы как раз попались на следующую с этими сердечками. И наверху интересное противостояние. Вот мне просто любопытно, зачем заблочил вот эту ветку замочком. Ой-ой-ой, здесь Кунка. Такое ощущение, что он сам на Таранте подкинут был. Но это Рубик его поднял. Я немножко, честно говоря, смутило меня то, что Кунка сам себя на Таранте подкинул. Да, было бы смешно. Конечно. Какая елочка о чем-то? Какой замочек? Замочек у Нортрэма на веточке. Он не хочет, чтобы из этой веточки что-то собраться. Да, забирает Бэтрайдер. Здесь начинает очень хорошо. На самом деле от Войда ошибка. У него, во-первых, нет стиков. Но он, видимо, не ожидал, что придет сюда против Бэтрайдера стоять. И неаккуратно сыграл со своим таймволком. Его Бэтрайдер смог дожечь. Да, Бэтрайдер обыгрывает Фойст Лос Войда при любых обстоятельствах. Ты ему блочь эти спауны, не блочь, ты все равно на Войде проиграешь лайн. Ну, скорее, чтобы еще и Бэтрайдер и Лес не фармил. Да, понятное дело, что если ты и спаун не заблочишь, то Бэтрайдер совсем каким-то жирным выйдет с такого лайна. И просто всю команду у тебя убьет потом. Поэтому лучше эти спауны заблочить. То же самое и Акса касается, но с Аксом еще как-то можно стоять. Крипчиков там переагривать на себя, кого-то добивать, но против Бэтрайдера не получается. Если ты там больше четырех стаков напалом и поймал, и ты находишься на вражеской территории, а не близко к своей вышке, то, скорее всего, ты сгорел. Ну, или даже если ты близко к своей вышке и крипов много у Бэтрайдера, он просто залетит с учетом того, что крипы будут танковать. Ну, смотри, он опять, кажется, погибает. Использует таймволк, использует таймделейшн, очень сильно замедляет, кстати говоря, Бэтрайдер. Ну, самое приятное то, что делейшн заблочил стики напалм и не смог ничего Бэтрайдер с этим сделать. Вот, да, и замедлил очень сильно, вот почему важно качать таймделейшн. Тем временем Кунг на центральной линии попадает под стрелу, дает крест, и сейчас Шторм попробует разменяться с Мираной. Мирану забирают, неплохо успел дать крестик. Мирану, да, прямо вот на Ремнант вернуло этим крестом, и по итогу хороший размен для Ньюберянка. Ну, в принципе, на верхней линии у нас Джаггернаут чуть доминирует, но не сильно здесь Дроу Рейнджер свое возьмет. Вот, я думаю, что со временем Джаггернауту будет все сложнее стоять, тем более его как-то покинули суппорты. Ну, а на центральной линии, как, в общем-то, и предполагалось, Шторм здесь имеет преимущество, особенно после этой смерти Мирана. У него и так Крепстат выше, он сейчас еще и продолжит доминировать, и Дроу Рейнджер все больше и больше его бафает. Но только на нижней линии все очень хорошо у Бэтрайдера. Как мы видим, по Крепам он ведет и забрал Вайда, но на самом деле по Крепам ведет не так сильно, и маны у него тоже здесь не так много, как хотелось бы. Ну, просто разминает за счет... Почему-то у Вайда до сих пор нет стиков, я не могу понять, почему. Это очень странно, да. Вайду стики бы не помешали, это точно. Но, с другой стороны, они тебя не особо спасут лишний раз. То есть, если ты ошибся, вот действительно позиционно, то у тебя хоть там полный стик будет, и все равно погибнешь. Слишком много урона наносит Firefly. Тебя Бэтрайдер все равно сожжет, спастись ты не сможешь. Но дополнительно ману восстанавливать, да, там хпшки как-то, вот когда ты вот так вот чуть-чуть подпросел. Можешь там лишний таймволк какой-то дать. Уже там ближе к пятому левелу, когда таймволк будет быстро кулдауниться. Когда им будет, ну, несложно спамить элементарно. Там, кстати, погибает у нас, похоже, Рубик делает тэпаут, но получает последний удар от Кунки. Ароу попадает в Варлока, и Джиггернаут под Бладластом вот так вот нарезает. Даже не постеснялся поражать Блэйдфури. Потратил ману, но главное то, что фраг сделали, в принципе. С маной проблем нет у Джиггернаута. Да, тут по всей карте замес. Мирана пытается догнать Кунку, но Кунка уходит. Повезло здесь ему. Да и на самом деле у Мирана нет ботинка до сих пор. Какая-то неудивительно. Да, и догнать ей, конечно, тяжеловато. Теряет время, пока Шторм там продолжает фармить на центральной линии. Вроде бы Драку выиграли, но... Так, Джиггер начинает подпушивать. Как-то дровку здесь совсем зажали, еще Игнает и накидывают. Да, вынужден отсюда отступать. Варлок ничем помочь не может. Опять же, вот этот Варлок, конечно, тоже очень популярный герой, но, в отличие от Огра, у него есть свои плюсы там. Он очень хорошо в тимфайте может забавить команду бандами, но он очень слабый в начале относительно многих суппортов. Ему все-таки нужен левел. Эта хилка, она... Ну, скажем так, она лечит неплохо по количеству ХП, но она лечит не моментально, она лечит постепенно. Иногда она просто не успевает заработать. Не говоря уже о том, что нужно все-таки ее подкачать. Для этого нужен левел. Цеплять ему нечем. Банды на первых левелах тоже не так хорошо работают. И Варлок заставляет все-таки прижиматься немного. Ну, тут даже дело в том, что Дроу Рейнджер в пике, она очень мало ХП получает в трипл-лайне. И когда вот противостояние трипла на триплу, саппорты не могут отойти и получать ХП где-то в другом месте. Да, они обязаны стоять вместе с Дроу Рейнджер и охранять как-то Нортрома, вот из-за этого Дроу Рейнджер сильно проседает. Вот этим обуславливаются частые выходы к Дроу Рейнджер на харду там с тремя героями, да, вот идут люди. Вот как вчера, например, на второй карте, кажется, финала OG и Virtus.pro, в ВП там взяли Сент-Кинга, Огры и там Виспа, по-моему, что-то такое, пошли к этой Дроу Рейнджер стоять. Вот, естественно, они там вообще никакой жизни не дали бедному Нотейлу, и победить у OG на второй карте не удалось, собственно, как и на первой, так и на третьей. Поэтому такие выходы крайне опасны. То есть если ты берешь Дроу Рейнджер, ты должен быть готов к тому, что тебе либо лайнами приходится свапаться, либо нужно взять сильные два других лайна, чтобы они, по крайней мере, свое получили. То есть если Пикс Дроу Рейнджер, например, на миде выиграл, и на хардлейне у тебя тоже герой очень хороший, да, который много фарма получил, то даже отсутствие там шестого левела у Дроу Рейнджера на там седьмой-восьмой минуте не сильно скажется. На общей игре ты все равно будешь ломать мышки, ты все равно будешь доминировать. Вот, но если вот такая ситуация, как здесь, то есть Шторм, в принципе, а Шторм у нас, кстати, Мирану обыграл очень сильно. Да, Варлок тем временем умирает на верхней линии, он не слэш Джиггернаута. Очень хорошо здесь разобрался. Ну, Шторм, да, Шторм обыграл Мирану жестко. Очевидно, да, что Шторм должен Мирана здесь обыгрывать. Но вот меня только Бэтрайдер смущает немного. Вот единственное, что пока непонятно... Слабо простоял все-таки? Наоборот. Бэтрайдер хорошо простоял. Ну, мы видим то, что у Войда и крипов вроде много, 38. Я вот смотрю на Творсы, и у них чуть ли не равный на Творс. И для Войда, конечно, это... Ну, Бэтрайдер чуть пополезнее будет просто на начальной стадии. Такой отфармленный. Ой-ой-ой. Why? Too late. Тем временем, на Мирану находение. И за это в онлайт шадоу. Есть сентри. Ой, как зря вернулся и чуть не погиб. Сейчас ставится еще один сентри. Собьют вард. Приходит сюда Огар. Будет ли стрела какая-то? Рубик поднимает Шторма. Пошла стрела. Стрела попадает. Старшторм. Шторма забрать. Но Шторм получает хилку. И Шторм живет. Отличная хроносфера. А вот она хроносфера. На накоцанных персонажах команды Дообао, которых нету скиллов, которые не могут ничем откинуться. Шторма, кстати говоря, потеряли все равно. Но Рубика должны собрать. Огрмага догнать вряд ли получится. Он может поражать стик и просто паут, мне кажется, нажать. И уже ничего с ним не сделают. Не знаю, зачем Шторм вернулся вообще в эту драку. Он спокойно мог отступать, но... Он заласхитил кого-нибудь в этой драке? Он заласхитил Мирану? Ну, в целом, не так плохо. Он думал то, что все-таки сможет выжить, все-таки сможет пережить. У него же там все-таки эти рейндропа. Его Огрмага просто с руки забил. У Огрмага, видишь, этот Игнает не так сильно выкачан. Вот если бы прокал бы рейндроп на Игнает... Нападение на Джиггернаута. Вот это может быть очень неприятно. И Джиггернаута забирают. Отличная игра от Лина. Ну, деабилитировался. Ну, тут в целом по игре, я думаю, что Ньюби Яны должны выигрывать вот исключительно из-за Шторма. Даже если они сейчас не смогут доминировать. Вот если сейчас будет равная игра, вот абсолютно равная, да, вот, например, в Ньюби не получится быстро поломать все вышки, они не смогут забрать Рошана. Вот просто разойдутся по углам, и каждый будет фармить. Я думаю то, что Ньюби Яны должны победить, в конце концов. Просто потому, что у них есть Шторм Спирит. Шторм Спирит — это сейчас самый простой герой для заливания соляры. Вот как мне кажется, если ты... Вот, например, Virtus.pro, да, вот там ребята играют командно. Здесь, так, у нас Ронг все-таки не может сделать тэпаут. Я вчера смотрел за игрой наших ребят, и у меня просто были мурашки по коже от того, что я понимал, насколько они действуют идеально. Ты знаешь, вот бывают такие моменты, когда команда, вот, например, собирается, да, и у каждого получается играть. Каждый находится на пике своей формы, и мало того, что они сами на личном скилле очень хороши, они еще так взаимодействуют друг с другом, что по итогу усиливают игру друг друга. И на такое смотреть, конечно, одно удовольствие. То есть ребята действуют как какие-то, знаешь, там, не знаю, китайские акробаты, которые там сначала один прыгает, другой ему на плечи, третий там на руки, пятый швыряет четвертого, и вот так вот все это в комбинации работает, и в конце концов это победа. Это ноль ошибок совершенно у Virtus.pro, и если появляется такая команда вторая, то у нас будет, вот, например, такой же финал, как в 2013 году между Na'Vi и Allianz. Ну, я думаю, что к мейджору должны подтянуться какие-то команды. Я сильно сомневаюсь в том, что Wings могут. Ну, мне кажется, с таким режимом это будет очень тяжело, но, может быть, какие-то не любят. Так, на Рубика нападают, Рубика забирают. Вот я к чему все это говорю. К тому, что так играть правильно, так как играют в Virtus.pro, да, там, блин, хроносфера опять у нас на Джиггернаут, и Джиггернаут с Блэйдфурием не слэшем, но своевременный голем, и Муфа не уходит отсюда, или нет, не уходит, все-таки Штормову догонит Шторм на хосте. Вот, командная игра, она очень важна. Бэтрайдер цепляет, Вайда, Водит погибает, Водит успевает идти на таймволке, но здесь все еще Шторм, Шторм пытается убить Бэтрайдера, Бэтрайдер должен погибать. На Големах висят банды, правда, у Шторма также очень все плохо с КП. Бэтрайдер пытаются подхилить, ну, можно просто бить Големов. Да, бьют Големов, Варлок забирает Бэтрайдера своими бандами, Шторм пытается уйти, ему вешают урну, и его забирают. Шторм спирит, да. Может быть, Мирану еще удастся как-то подцепить, там, пустились ребята в погоню за Огр-магом, но лучше бы Варлок не бежал туда, а помог убить Мирану, и, да, все равно, наверное, не получилось бы. Да, Огр умирает. Огр забрали, Огр забрали, молодец, Ронг, хорошая работа, поталочки работают просто великолепно. Ронг умеет играть на этом герое. 1300 урона он нанес. Практически половина из этого бандами. В общем, если ты не можешь играть командно, а я уверен, что ребята из Ньюби Янг, это все-таки второй дивизион, да, раз уж они во втором дивизионе играют, наверняка у них какие-то проблемы есть в командном взаимодействии, то ты можешь просто взять такого персонажа, который вот способен выигрывать в соло, если созданы все условия для него. И Шторм спирит, это вот один из немногих персонажей, который способен так играть. Плюс тут еще вот это вот Аура Дроу Рейнджер ему помогает, то есть ему достаточно купить Бладстоун, и вот даже без Оркида он может, наверное, в соло какие-то фраги делать. У него слишком много урона, он за Вортекс будет убивать Рубика слабенького. У него 700 хитпоинтов всего лишь, его там Вортекс, 2 ремнанта, 2 удара и еще... Находишь Шторма, Шторм... Доджет Лассо, Шторм очень грамотно. Ну и все, тут можно даже убить кого-то. Стрела длитая от Варлока. Хороший у меня слэш, минус Варлок, остается только Шторм, и у Шторма тоже нету маны, и Шторма тоже забирают. Хороший выход получается. Сдавл дэмбоджем здесь Джаггер прибежал. В меньшинстве просто оказались Ньюби Янг, я по миникарте не заметил то, что тут Ньюби Янг всего лишь втроем оказались. Так бы пятером они бы, наверное, тут всех бы поубивали. Будь у них корабль, будь у них торрент, и там хроносфера уже откатывается у Тулэя. Но Шторм там грамотно пододжил Лассо. Долго его ловили. Да, только толку от этого получилось крайне мало. Все равно трех героев потеряли, и по графикам мы видим, что Ньюби Янг сливает свое преимущество, два балла выходят вперед, и сейчас могут попробовать развить свой успех. Миран уже скоро появится Аганим. У Бэтрайдера есть Блинг. Что здесь у Джаггера? Джаггер какой-то бедный, но ему должно что-то лететь. Да, ему летит Яша. И все сразу станет лучше. Так, ну и... Нортрам взял Момчик. Необычный выбор, Момчик. Это, видимо, чтобы фармить побыстрее. Ну, Момчик на Дроу Рейнджер хорош. Да, и для того, чтобы фармить побыстрее, и в принципе, сам принцип Дроу Рейнджер в чем заключается? Ты либо стоишь издалека и бьешь, либо к тебе подходят в упор, и ты умираешь. И там не особо важно, получаешь ты дополнительный урон от Мома или нет. Вот, поэтому там можно купить, допустим, пику, купить Мом, пику использовать, и под Момом там расстреливать всех игроков там с хорошего расстояния, дэмэдж хороший наносить. Вот, два героя сейчас в дочи существуют, которые Мом покупают. Это Дроу Рейнджер и Урса. Больше персонажей, в принципе, нету, на которых этот Мом рентабелен. Можно, наверное, на Фейслос Войде купить там, но это надо совсем, как бы, чтобы была простая игра, чтобы ты был уверен в своей победе. Пошла стрела на Рошана. Опять многострадальный варлок его ловит. Прям чемпион по ловле стрел. Ну, Тулей готовится влетать и ставить хроносферу. То есть он так стоит аккуратненько очень. Прям на выходе из Рошпита. Худшее решение получилось. Просто потолпились, ничего не сделали и потеряли и время, и Рошана отдали. Ничего не засплитили. В итоге отходят отсюда. Ну, а переходят в пуш, соответственно, игроки команды Ньюби Янг. У них все есть, все ультимейты. Под дровкой идут. Дровке скоро второй уровень ультимейта будет. Да, по левелу, конечно, просело сильно. Всего девятый. У того же Джаггера, например, одиннадцатый. Успевают выйти в размен по центральной линии. Возможно, сейчас попробуют организовать драку. Здесь Варлок перетягивается. Кунка. Нету Блэйд Фьюри. Кунка может подцепить. Цепляют. Войда пошла. Стрела залетает. В итоге Варлок. Ой, какая хроносфера. Все успевают отскочить. Да. Очень было близко к тому, чтобы запереть трех-четырех героев. Но в итоге все вышли. Цепляют Рубика. Висят банды. Но голема уже нет. Банды не работают. Потому что никто не получает урон. Тут нужно отступить Нью-Би-Янг просто потому, что у них нету сейчас скиллов сейчас. Если Дуо Бао восстановят... А, ну, умни слэша с другой стороны тоже нет. Ну да, тогда можно наступать. Просто очень опасно, когда ты вот так скиллами всеми мажешь. А еще потом увлекаешься в какую-то погоню. Да, могут просто тебя своевременно поймать и наказать. Если ты будешь так нагло действовать. Без хроносферы, без голема на варлоке. Да, ну, Тулей, конечно, здесь неудача. Прям так вот казалось, что он сейчас поставит и закроет там нескольких героев. Они в последний момент все выпрыгнули. Так, ну и здесь выход за Джаггернаутом. Его, конечно, нечем взять. И он спокойно уходит. Очень хорошо играют, на самом-то деле, Дуа Бао в плане передвижения по карте. Вот Бэтрайдер сверху, Джаггер снизу что-то там отпушил. Да, все равно вышку они снизу теряют. И на миде они вышку не забрали. Но учитывая, что у соперника Аегис, вполне себе могут быть довольны тем, что не проседают так сильно. Ну и по графикам мы видим, они все еще впереди. Хоть и незначительно. Здесь главное сейчас переждать этот Аегис благополучно. Что у нас у Штарма? Где Бладстоун? Бладстоун в пути уже. Чуть-чуть осталось. Угу, да. Виталите Бустер остался. Интересно он играет, у него как бы все лежит пока. Он купил рецепт, ну, можно было, мне кажется, солдбустер собрать уже. Ну, солдбустер был бы пополезней, чем нул-талисман, наверное. Он дает побольше хп-мар. Он и стоит в несколько раз дороже. Да, да, странно. Как-то поступил Штарм Спирит. Миран выносит Аганим на 17-й минуте. Достаточно ранее, да, аганим, ну, как не ранее, просто хороший стандартный тайминг от Мираны. Ну, учитывая, что ее лупили и посты в гриву сложнее было, да, чуть посложнее было стоять Миране, плюс ее убивали периодически, но и Штарм тоже умирал. Вот мы видим то, что понотворство Штарм Спирит обгоняет Мирану на где-то там семь сотен золота. Ну, в принципе, это не такая уж и критичная цифра. Забавная ситуация, вышка здесь вообще тир-1 даже не битая, даже на единичку не просела она за время лейлинга. Да, мне кажется, что Бэтрайдер должен был бы как-то чуть получше отстоять. Ну, сам по себе Бэтрайдер, конечно, много фарма получил, но и Войт тоже получил как-то много, прям как-то подозрительно много. Да, это сейчас может аукнуться, блинка у него пока нет, но все равно очень опасно, конечно. У него хороший фарм, у него крайне хороший фарм, я тебе так скажу. Просто ребята и триплета особо ничего не получили на топе, у них нафармил Джиггернаут, но и Дрова Рейнджер тоже свое получила. По итогу ситуация равная. Ну, в принципе, об этом я и говорил, что если ситуация будет равная, то я считаю то, что Ньюби Янг выиграет. И вот посмотрим, сбудется ли мой прогноз. Да, ну Ньюби Янг, конечно, сейчас доминирует, и видно, что боятся очень сильно Долоба у этого Войда. Но мне все равно очень нравится, как они передвигаются. Правда, вот сейчас опасная ситуация для Мирана, Шторм с 12-ю зарядами. Тут вышки нету, да, Мирана сгинайл, только что-то вышку, да. Боится, не боится, да. Ульт под Мэй. Детекшна нету у Лина. Ну, все хорошо, а Егис сейчас уже закончится, осталось совсем немного. Осталось там 50 секунд переждать. Они разменяли Тир-2 вышку на Тир-1, заденали свою Тир-1. Ну, в принципе, провели этот отрезок очень неплохо. И у них по-прежнему появляются артефакты очень хорошие. Ну, конечно, вот здесь очень многое будет завязано на Войде. И на этом выходе, который сейчас есть в Смаке. Шторм далековато, но, может быть, успеет долететь. Позиция не самая лучшая. Огар очень хорошо стоит. Да, Огар все видит. Нападают на Огар, цепляют его. Пошла стрела. Стрела попадает в Дроу Рейнджер. И ставится хроносверно. Джиггернаут успел ультануть. Хороший залетает корабль. Джиггернаут под Сайленсом. Огар все-таки забирают. Шторм тем временем пытается догнать Рубика. Но Рубик уходит от него. Джиггернаут добивает Роу Рейнджер. Добивают Джиггернаута. Мирана застряла в лесах. Дает стрелу. Бэтрайдер приходит. Бэтрайдер без фаерфлая. Это очень плохо. Шторм находит Мирану. Торрент. Есть лип. Но не успевает заюзать лип. Погибает Мирана. Следом погибает у нас Кунка. Пока что 3 в 3 размен. Очень неплохо. И остается Шторм. У Шторма уже нет. Аегиса Шторм пытается уйти. Шторм еще одна тычка. Нет, Денайдс из Блатстоуна. Хорошая игра. Пытаются забрать Бэтрайдера Воид. Но... Башни прокает. И в итоге уходит отсюда Бэтрайдер. В целом получилось даже неплохо у Дуобаа. Хотя казалось бы, должны были они эту драку проигрывать. Они не получили XP и золото за Шторма. Это плохо. Но даже с учетом этого они получили больше... Ну там чуть больше золота. За эту драку в целом. Видим то, что 500 на 200. Это конечно не показатель. Но Шторм то тоже погиб. Он как бы заряды потерял в Блатстоун. Да нет, я считаю, что они однозначно в плюсе. Ну то есть... Вот этот вот Денайдс Блатстоуна. Да, это не позволило им получить какую-то бонусную экспу голду. Но при этом... Была Егис в начале драки у Шторма. Да и в принципе драка началась с того, что поймали в очень неприятные позиции. Там у Бэтрайдера по-моему Файрфлая не было. Джиггераут где-то находился тоже в такой неудачной позиции. Но удачная стрела. И все изменилось. По-прежнему у нас пока что... Ой-ой-ой. Что-то за лодка заезжает у нас. Просто кунг решил подфармить. По-прежнему держатся до Абао в любом случае. Хотя, конечно, Шторм пугает. Но здесь есть чем его подконтролить. Есть Бэтрайдер. Может быть какой-то Хекс появится в будущем. Да, игра очень равная. Вот пока что... Так, находит Шторма с Каном. Сейчас посмотрим на реакцию. Иллюзии. Как же вовремя он использовал эти иллюзии. Огр. Огр заезжает. Шторм на всю ману. Уходит отсюда. Ну и все, Шторма не поймать. Да, это... Даже не знаю, как назвать вот это использование иллюзий. Как нельзя кстати. Так, ну, Дроу Рейнджер пока только начинает фармить. В принципе, слотов у нее пока что не так много. Вот появляется пика, наконец-таки. Теперь попроще будет сражаться с Джиггернаутом. В прошлой драке Дроу Рейнджер просто как раз-таки подвстряла. Подключила Мом, и Джиггернаут через Блэйдфури попытался Нортрома убить. Нортром понял то, что бежать бесполезно. Он просто встал и начал бить руками. И почти пережил. Почти пережил Джиггернаута, но в итоге умер сам. И Джиггернаута тоже похоронил. Вот. И если будет пика, уже может такой ситуации не произойти. То есть, двухсторонний. Может быть, Нортром выживет, а Джиггернаут погибнет в этот раз. У Войда тоже появляется фарм. Вот есть Блинг. Уже полторы тысячи золота у Тулэя. Того и гляди, сейчас появится какая-нибудь Яша. Да, там и Варлок добирает от него Медас. То есть, с экономикой все хорошо. И вот немножко тревожно то, что не сбили вот этот вард. Должны были знать. Джиггернаута нападают, забирают его. Но это ошибка довольно серьезная. К вам заходили... Рубик варует хроносферу, да. Хорошо. К вам заходили в прошлый раз. Наверняка. Ну, я вот как не посмотрю. Даже в менее очевидных ситуациях команды обычно такие варды разбивают. А здесь забыли про то, что соперник поставил вард на хайграунд. Нападение на Шторма. Стрела. Попадает. Ну что, Шторма заберут. Да. Хороший килл. Это даже, наверное, повыгоднее, чем до этого забрать Джиггернаута. Ну и спокойно отходит отсюда. Мирана уходит с блинка. Бэтрайдер с фаерфлайем. Телепорт на кулдауне. Но не найдут его здесь, скорее всего. Да, и вот сразу же ньюби сбивают вард, который здесь был поставлен. Моментально. Ну, опять же, равная ситуация. Вот этот размен. Ну что, никому он особого преимущества не дал. Гем покупает Бэтрайдера. Это может быть переломный момент. Потому что если сольют этот гем, много отдадут. С другой стороны, если будут его хорошо использовать, то вижены лишат соперника. Да, кем-то, в общем-то, по-полезнее ребятам из Ньюби Янг будет. Как раз таки, потому что у оппонента Патма есть. И если нет гема у Ньюби Янг, то драться против ульты Патмы очень сложно. Поэтому нужно каким-то детекшеном обязательно обзаводиться. Форм Спирит только начинает покупать Оркет. 14-й уровень. 6 зарядов в Блатстоне, конечно. Да, маловато, маловато. Начал хорошо Лин. Крайне хорошо там зарядил его, по-моему, до 13 или до 14 зарядов. Но впоследствии один раз заденайался. Потом его еще загангали. Ну и в итоге у Лина сейчас все не так удачно, как могло бы быть. Знаешь, Смайл, по-моему, вдвигал такую теорию, что если Шторм покупает Блатстоун и умирает, то впоследствии он набивает очень много зарядов в Блатстоне. У нас вчера это повторялось раз за разом. А если он покупает Блатстон и делает несколько киллов, то следом он, наоборот, эти заряды теряет очень быстро. Ну такая, никакой логики в этом нет, но просто... Теория, которая основывается ни на чем. Да, теория заговора какого-то, теория неудачи. Нет, эту теорию можно единственным образом объяснить. Шторм, у которого все хорошо, он купил быстрый Блатстон, сделал парочку киллов, его немного это расслабляет, и он допускает ошибки. И соперник в то же время пытается его там поймать, как-то убить. А Шторм, которого пару раз убили, про него как-то забывают, что ли. И он сам старается играть аккуратнее. Ну, есть в этом определенная правда, конечно. Так, тут у нас... Пытается Рошана проверить плей, да, через Иксмарочку, через Бринг, Таймволк. Очень мобильный такой персонаж, особенно для скаута, да. С Блинком, с Иксмаркой и Таймволком его и убить очень сложно. И поймать нереально. Ну, по крайней мере, пока нету Юла, игроков команды Дова Бао. Может быть, Бэтрайдер там Юл все-таки купит себе. Против Иксмарки очень был бы полезен. Кончается Хроносфера у Рубика. К сожалению, не удалось ее использовать по назначению. Ну, фиг знает. Ну, а может быть, сейчас поставят. Нет, уже кончилась. Кончилась Хроносфера. Ворует Таймволк у Рубика. Ворует Таймволк Рубика у Фейслос Войда. Фейслос Войда цепляет. Полетел Голем. Таймволк от Фейслос Войда. С полным запасом здоровья сейчас у нас на карте Воид. И Джаггер подходит. Воид. Отличный прыжок от Мирана. Хорошо раздает урона. Воид. Очень мало ХП у него остается. Нужно играть аккуратнее. И получает стан. Глиммер. Уходит. Но Хроносферы до сих пор нету. Закатывается корабль. Шторм. Цепляют Джаггернаута. Неплохо. Но стрела залетает в Шторма. Джаггернаут переживет эту драку. Или нет. Использует Манту. Но тут же погибает. Слишком много урона. Стан. В Голема. Мирана забирает Шторма. Рубика забирают. Но Дроу Рейнджер также вряд ли выживет. Пытается нанести финальный какой-то дэмэдж. Кунка сажает на крест Мирану. Получает Игнает. Но Мирана его уже не отпустит. Варлок пытается сделать телепорт. И не уходит. Его забирают. И Кунка также падает. Это 4 в 2. Очень долго думает команда Нью Би Янг. Войд выжидал-выжидал этого момента удачного. Но по итогу все равно хроносферу в одного поставил. В том-то и дело, что хроносферу нужно ставить тогда, когда соперник этого меньше всего ожидает. Если ты колебаешься долго. И оппонент тебя еще и при этом видит. То ты просто физически не сможешь поставить хроносферу. Хорошо. А на Миране товарищ. Он в итоге пару раз залетел. Дал 2-3 Старшторма агонимных. И Нью Би Янг уже естественно не могли драться. Да, Джаггернаут они забрали. Но впоследствии они просто не смогли ничего поделать с Мираной и Бэтрайдером. То есть в затяжных драках лучше, чем Бэтрайдера и Мирана сложно что-то придумать. Особенно по сравнению с Бэтрайдером. Который там очень много дэмэджа наносит своим маслом. Если ты быстро тимфайт не выигрываешь, то затягивай его на такое время, ты скорее всего его проиграешь. Поэтому нужно быть резче. Как удар кобры. Прыгать, ставить хроносферу. Желательно, чтобы Варлок как-то... В общем, кто-то, чтобы начал первым. Когда есть войд в команде, это, конечно же, инициатор. Но желательно, чтобы команда начинала каким-то другим скиллом. Понимаешь? Чтобы ты не ставил хроносферу как-то рандомно. То есть ты можешь увидеть одного игрока, прыгнуть и поставить хроносферу. Можешь по двоим попасть. А можешь по троим. А можешь только по одному. А если кто-то из вас уже прыгнул и кто-то начал драку, он заставил своего соперника как-то показаться. Там, скиллы какие-то скинуть. Или там, позицию поменять. И в этой ситуации войд с дайгером уже может очень хороший купол поставить. И Тулейу надо этим пользоваться. Ой, выход такой опасный в инвизи. Ставится сентри. Войд, отличная хроносфера. Вот такую хроносферу я и хотел увидеть. По пятерым ставят Тулей Хрона. Корабль залетает в двоих. Миран использует ультимейт. А, ультимейт уже было. Да, но в итоге в никуда все потрачено. Ставится торрент Рубиком. Шторм залетает. Стрела попадает в Кунку. Кунка погибает. Это минус Кунка, минус Варлок. Забирают Рубика. Но Войд также отправляется в таверну. Остается Дроу Рейнджер. Дает гаст. Но сейчас Джаггернаут ее здесь быстренько попилит. Нет, успевает улететь. Да, отличная хроносфера. Странное произошло, да. Хроносфера в пять. И даже близко невыигранная драка для Миран. Ну, а что? Хроносфера обладает таким свойством, что она не наносит урона. И, в общем-то, в эту хроносферу никакого урона и не было залито. Хроносфера отличная. Корабль там полетел. Но корабль тоже. Один сам по себе корабль. Он урона совершенно никакого не наносит. Надо пить руками. Не наносит, но мало. Пить руками. В дизейбл корабля. В хроносферу надо бить руками. И, судя по всему, этого сделать у Нью-Бьянх не получилось. Но я, честно говоря, уже похоронил Дообау в этом моменте. Думал, что все. Сейчас их просто всех здесь похоронят. Да, и сейчас очень опасный момент. Шторм врывается. Ставит с Хеленвард Джиггернаутом. Уводит его как можно дальше. Шторм. БКБ Адроу Рейнджер пытается побить Джиггернаут. Отличный голем залетает. Джиггернаут выкидывает. А нету умнислэша. У Джиггернаута нету умнислэша. И он его забросило на хайграунд. Он не может оттуда спуститься. Но, правда, его форстафом. Да, Бэтрайдер. Сейвит. Курица. Мексмарочки вернули Огармака. Ой, Шторм. Ой, Шторм. Куда залетел Шторм? Сейчас получишься до Шторма и умрет. Да, умирает Шторм. Огра забрали. Цепляют Мирану на торрент. Мирану забирают. Неплохо. Теряет она гем. Тут же байбэк. Хочет вернуться в драку. Ставится в арт. Бэтрайдер полетел. Ой, Бэтрайдер. На, Бэтрайдера забирают. Там гем отобрали, да? Я так понимаю. Сейчас Ронг Мидасик заюзает. И надо отсюда отступить. Сохранили Рошана Нью Вианг. Не отдали его сопернику. На самом деле, если Нью Вианг сейчас отступит. И по итогу этого Рошана отдадут. То может быть... А, там хроносфера через 3 секунды будет. Рубик ставит вард. Это нужно обязательно девардить. Есть свой вард. Галем, смотри, где. Галем на горке. Его тоже закинуло. Ай, какая хроносфера, но... А где урон-то? Где урон? Никакого урона нету. Торрент один залетает. Опять хроносфера по всем, но опять урона нету. Что не так с этим фейслосвоидом, друзья? Я не могу понять. Он сильно ошибся. Он поставил хроносферу тогда, когда команда была не готова драться. Там Шторм Спирит уже распаунился. Еще бы подождал чуть-чуть. На последних секундах бы поставил хроносферу. Может быть и Рошана бы забрали, а Юдис бы забрали. Сейчас еще продолжится драко, Шторм ставит ремнант. Ну тут уже дуо бау сильнее. Просто элементарно. Да. Тяжело. Апхивал. Ну разве что сейчас Торрент какой-то хороший с кораблем попадет. В итоге Шторма поднимают. Шторм уходит. Пытаются убить Огра. По крайней мере... Просто Афт. Мирана запрыгивает. Мирана без Еула. Мирану сейчас могут разорвать. Мирану должны убивать. Миран убивают. Но пошел умный слэш от Джаггернаута. Очень много урона. Убивает двоих. Остается только Шторм без маны. Джаггер с диффузом. И Джаггер здесь не оставляет шансов. Шторм вынужден динайз. Не стоило. Не стоило сюда лезть. Глупые драки. Ньюби Янк лезет туда, где им воевать не нужно совершенно. Ну как бы вот здесь уже конкретно воевать не нужно было. Они заласхитили Рошана. Получили золото и Икспу. Но у них не было ресурсов для того, чтобы воевать в этом Рошпите с командой Дообао. Это было очевидно. Убрали там Рубика еще. Но это минус пять. Правда за динайлся Шторм и Варлок от нейтралов погиб. То есть за этих персонажей Икспы не получили. Но в целом я думаю не надо долго пояснять, кто из этой драки вышел в плюсе. Да, но если вот так вот подумать, то столько шансов у Ньюби Янк выиграть драку. Даже немножко кривовато, используя свои сплы, они все равно очень хорошей позиции остаются. И вот не хватает как-то все это соединить вместе. А Дообао просто, ну я не знаю, нереально везет. И они конечно очень должны быть довольны тем, что произошло. Сейчас Джаггер купит себе какой-то еще блинг. И с ним будет очень тяжело справиться. Так, а гем, гем, я так понимаю, опять отобрали. Нет, гем и Варлока я вижу. Каким-то образом смог унести он, вражеский гем. Не совсем понимаю как, может быть просто не заметили его. Вроде бы же все в пятером умирали. Да, умирали все в пятером. Может курьер какой-то туда успел долететь. Да, не обратил внимания. Ну вот сейчас смотрю в повторе эту хроносферу. Вод ставит хроносферу и бегает по этой горке. Он даже не... А, мы же в DotaTV с тобой, да, можно посмотреть повтор, правда. Да можно и через стрим посмотреть повтор. Там же двухминутная задержка. У тебя параллельно стрим работает, ты смотришь? Да. Я раньше тоже так делал, когда тоже стримил сам. Но сейчас я в основном сокастер... Ну а вдруг все упадет и... Да это правильно, да, если все упадет, тебе никто и не скажет. Тем более последнее время, тем более последнее время твич очень часто вот без какой-то видимой причины бывает падает. В смоках выходят, хороший скан, просветили и аккуратненько отступают на базу. Ой, правда воет, но нет, воет уйдет. Собирает Севенкин сферу, что у нас делает Шторм? Шторм играет с огнем, его чуть не поймали в лассо, но в очередной раз он играется со своим соперником. Отдадут Рубика или нет? Ну, скорее всего. Да. И Атару уворачивается. Он, кстати говоря, ее поймал, но поймал, судя по всему, в улетев своей. Или как-то так произошло, не знаю. Может, лагнул сервер? Может, Стрела уже заканчивал? Ну, звук был какой-то такой, да. Потому что Стрела попала. Ну, дефают вроде бы не Юбиянка. Вот даже несмотря на то, что они уже, казалось бы, кромешное количество ошибок допустили, они все равно еще не проиграли. А вот такой вот пик с Дроу Рейнджер. Да, ну, я думаю, что должны они доиграться по логике. Не знаю, очень хочется мне, чтобы были они наказаны командой Дообаут. Потому что Дообаут, конечно, ну, тоже допускают какие-то ошибки. Но вот прям видно, насколько они хотят выиграть в этой игре. Да, они Юбиянка как-то безответственно относятся, как мне кажется. Я не думаю, что безответственно. Просто, ну, вот очень хотел Войт поставить эту хроносферу. Он ее поставил там кривовато. Ну, не думаю, что это от того, что... Да в том-то и дело, что вторая хроносфера, казалось бы, ставится по пятерым. Там, или по четверым. Но какой в этом толк, если в нее нет урона? Это все равно, что, знаешь, в паблике человек бежит один от своей команды, дохнет где-то и орет, где помощь? Типа, почему меня убивают? Типа, как так вышло? Ну, это же вот абсолютно то же самое. Надо всегда следить, что делает твоя команда. Ты и не один играешь. Тем более на таком герое, на Фейслос Войде, это сейчас герой поддержки. То есть это не Кэрри Фейслос Войде, у которого там, допустим, манты диффуз, где он может поставить хроносферу и в соло кого-то заковырять. Так, смок, очень важный смок сейчас. Могут очень хорошо выйти. Есть вижен. На Варде у нас бегает команда. Ой, Войт, Войт, прыгает, хроносферу закрывает джиггернаута. Но опять поздно. Стрела попадает в Войта на 5 секунд. Ставится все в джиггера. Джиггер кастует омнислэш, но уводит, выживает. Мека. Омнислэш в никуда. Джаггера должны забирать. Но у джиггера Аегис. У джиггера есть Аегис. Правда, здесь обхивал налитый. Похоже, будут оставаться здесь ребята из Ньюбиянка. Улетает Штормспирит на Бэтрайдера. У Бэтрайдера кончается Фуэрфлай. Нету Форстафа. Спастись он не может от Лина. За вортексили еще и Мирану. Минус 3 делают Ньюбиянка. У меня просто все залагало. Минус 4 погибает Джиггернаук. Дает Мега Килл Дроу Рейнджер. Погоня продолжается за Огр Магом. Ге-ге. Наверное, и Огр Мага тоже заберут. Да. Здесь, конечно... Ну... Все-таки набрали свои артефакты Ньюбиянка. Ну, слишком хорошая позиция была. Прямо вот настолько приятная. 8288 экспы на ноль. Еще и 5300 золота. Хорошая позиция у Ньюбиянка, ты имеешь в виду, была? Ну, они видели все. У них стоял варт, и они абсолютно себе отдавали отчет, куда они идут. А команда Дуобао, они ничего не видели. И в итоге забавно получалось то, что даже находясь на лоу-граунде, вот этот топ-хивал, который был накастован сверху, и вообще было нечем сбить, и они не могли как-то подойти. Да, казалось бы, наоборот должно произойти. Ньюбиянка заходили на хай-граунд, хроносфера была... То есть хроносфера, она, по сути, импакта никакого не внесла в этот тимфайт. Потому что Джиггернаут только получил эту хроносферу, и то в него снова не нанесли урона. В этого Джиггернаута, который под хороном был. Шторм чувствует полную безнаказанность, врывается под Т4, уничтожает... Нет, Стики должен жить. Хорошо, в Глиггер. В таком случае живет, да. Подспрятали, а дроурейнджер приносит себе манту, начинает ломать бараки. Ну, тут надо отойти, на самом деле. Вот, ребята, я вижу, я вижу, что они хотят этот милишный барак, но их могут наказать. Но нет, там есть Блокинг Бар, Нортром использует БКБ, прыгает, Фейслос Войт ставит очередную хроносферу, но теперь точно лучше отступить. Варлок, да? Ну, бросить, бросить, бросить этого Варлока. Его Иксмаркой засейвили, но больше тут ничего не смогут Ньюбиянк сделать. Правильно они поступили. Можно было бы сохранить Варлока, но по итогу барак забрали. Это, в принципе, хорошо. То есть, я думаю, то, что может сейчас какого-нибудь подцепят героя поважнее, да, и разменять на него милишный барак, может быть, будет не так хорошо. Опять же, смотрю в повторе, что происходило. Зря побежали сейвить этого Вайда. Позиция ужасная. Они где-то на лесенке оказались, я имею в виду дообау. В то время, как у Джаггернаута была Еггеса, он может спокойно отдавать. Сейвить Джаггернаута или кого? Рубика? Джаггернаута, Джаггернаута. Сказал сейвить Вайда просто вот за Ньюбиянк играя, да. Сейвить Джаггернаута зря побежали, потому что у него была Еггеса, он мог спокойно потом встать и раскастоваться. А в итоге получилось так, что они сами где-то оказались на горке. То есть, не сверху и не снизу, а именно вот этой узкой горке. Проблемы могут быть у Батрайдера, но он вовремя уходит отсюда. Торм потерял значительную часть запасов маны, поэтому отступает Ньюбиянк. Ну вот уже уводит Эггекутс. То есть, пожалуйста, Дрорейнджер получила 16 уровень. Торм Спирит получает дополнительный урон за счет большого количества ловкости Дрорейнджер. У Шторма появляются какие-то артефакты помимо Бладстоуна. То есть, у него еще какие-то есть возможности там за дизейблити урон нанести. Фейслос Войт купил Линкенсферу. И, казалось бы, уже насколько тяжелее становится драться до убава. Хотя, по сути, ничего не поменялось. Ой, этот Шторм купил себе тоже Линкенсферу. Лотус Орб у Варлока. Прям видно, насколько этого Варлока тяжело пробивать в драке. Под Владмерсом, под Лотус Орбом, Меккой. У него очень много брони. И Джаггер даже вот с такими неплохими артефактами его не пробивает. Да, это же все еще у него физический урон. Тот же самый Монобрейк на диффузах. Это физический урон. И поэтому броня спасает от диффуза Блейда. Ну, попытаются еще здесь, конечно, Догбао что-то сделать. Но ситуация у них, прямо скажем, незавидная. И во многом из-за вот этого гема потерянного, который они так и не смогли вернуть, приобрести новый тоже, не решились, как я понимаю. Очень много бегают по вардам. Да, варды команды Нью Би Янг очень хорошие. Да, с другой стороны, не приобретать гем тоже было нельзя. Надо же все-таки было как-то давить эту дру рейнджер. Ну вот и ребята делали все, что могли. Но, кстати, просто мне кажется, что на таком уровне игры, который показывают вот эти вот команды, да, то есть на уровне игры второго дивизиона, у команды Нью Би Янг просто лучший пик. Если бы, допустим, сейчас посадить ребят из E-Home и, допустим, LGD Forever Янг, да, то я думаю, что игра могла получиться совершенно другой. Ой, я даже не знаю. Допустим, там трипла с Дроу Рейнджер по итогу бы проиграла, Фейс Лос Войт тоже бы проиграл Батрайдеру, ну и на миде там более-менее равная ситуация была бы с опачки, там, Дайровского Курьера подрезали весьма жирного. С диффузами. С диффузами для Фейс Лос Войт. Вы что, грибы, что ли, убили? Я это не совсем помню. Я не обратил внимания, но, видимо, как-то неаккуратно Войт повел Курьера и по итогу погиб. У меня нет бинда на него. Я могу, конечно, посмотреть. Там диффуз был, и он погиб как раз вот над Эншентами. Я сейчас посмотрю, я же не это самое, не... Так, варлокы ловят, варлока убивают. Просто вот так вот легко и непринужденно. Шторм залетает, Шторм цепляет Джаггера, кидает в Сайленс его. Хорошая хроносфера, Джаггера здесь убьют. Да, Джаггера убивают. Также еще и ловит Бэтрайдера, который тоже в хроносфере нажимает БКБ. Да, там Кристаллис Шторму донес. Но это какой-то бред. Этот, ящерица, она, знаешь, была богуица иногда, это ящерица. Вот ты когда ее стакаешь, она просто там атакует, да? В общем, что произошло? Курьер летел мимо, ящерица стояла, ну, как бы... Может, на ней банды лезали от Орлока? Что? Банды, может, какие-то залетели? Да нет, вроде бы не было показано. Она просто стояла вот далеко от других крипов. Кто там у нас происходит сейчас? Пуша, да? В общем, ящерица стояла далеко от других крипов, пролетал мимо Курьер, она подрубила Фрэнзи. И начал его атаковать. Вот так вот. И самое смешное, что Курьер, как бы, в одну сторону летел, Кристаллис донес, а обратно полетел, она его добила, как раз-таки с активным Фрэнзи. Нормально. Вот такая вот игра Дота-2, да. Ну, беспомощно выглядит дообаут, конечно же. Джаггернаут в таверне, дефать это невозможно. Два лайна потеряли. Ребята из Радиент. И сейчас, в общем-то, все, что нужно сделать, Нью-Би-Янг это технично исполнить. Зайти на третий лайн, когда будут подпушиваться два остальных и просто поломать все. Можно даже поставить хроносферу, которую опять Нью-Би-Янг не использует грамотно, да, и не нанести в нее урон, а просто забрать третий лайн. Как факт. Я сейчас тоже перемотал на этот момент с ящерицы. Это просто жесть. Ладно, вернемся в прямой эфир. Как раз тут концовочка у нас назревает. Нападают на Огра. Огр теряет пол-хп. Отличная хроносфера. Ну, и в эту хроносферу урон уже точно будет. Джаггер, Тарен, пловит Голема, минус рубит, гага. Ну, в принципе, что и требовалось доказать. Такие игры надо выигрывать на стадии early game'а и вот как-то в мид-гейме лучше себя демонстрировать. Но если ты при прочих равных дотягиваешь, то со Штормспиритом тебе не подраться. Свойслосвоидом тебе драться тоже очень тяжело. Появились массовые линкен-сферы. Дрорейнджер хоть поначалу была без фарма, но она элементарно получает 16 уровень и у всех без артефактов героев появляется элементарный урон за счет третьей ульты Тракса. Ну и команда Нью-Би-Янг ожидаемо выигрывает первую карту. Я быстренько залечу в лобби. Так, посмотрим статистику. Что у нас тут по статистике? По статистике у нас Шторм. Нет, Мирана топ-дэмэдж команды Дообао. Ну и Шторм, да, конечно, чтобы дэмэдж. Налечил 2400 блатстоуном. Да, ну и Нортром по вышкам. Ну, такая, конечно, игра получилась. Вроде бы Дообао смотрелись неплохо, но вот их просто этот пик не оставил им шансов. Хотя соперники...